Новое общежитие студенты Саровского физико-технического института ждали давно. В здании на улице Маяковского мест не хватало, поэтому многим ребятам приходилось искать приюты в городских комнатах и квартирах. В этом году заветная мечта исполнилась. С 1 сентября началось заселение в новое общежитие. Сейчас там живут 302 человека. Еще не все потянулись, вот так ожидаем еще. Еще городские ребята просились у нас тут тоже пожить. Городские ребята у нас на Маяковского живут, студенты с техникума живут на Маяковского. Некоторые пожелали остаться там, это были бакалавры и магистранты. Общежитие рассчитано на 330 мест. Также 5 квартир выделено для преподавателей и их семей. В новом общежитии у студентов есть все необходимое для комфортной жизни. Стиральная машина и холодильник, балкон, прачечная, комната отдыха и даже тренажерный зал. У каждого студента есть свое рабочее пространство. Есть свой стол, есть отдельные полки для книг. Во время моего студенчества мы о таком могли только мечтать. Также новое общежитие оснастили комнатой для маломобильных групп населения, инвалидов и людей с ОВЗ. В ней есть все необходимое для того, чтобы таким студентам здесь было удобно жить. Вообще очень комфортно, очень просторно, комнаты очень большие. Если там у нас на Маяковского было по 6 квадратных метров на человека, то здесь по 8 и более. То есть очень просторно. Большие комнаты для занятий, широкие коридоры. Не обошли вниманием и парковочные места. Для студентов есть крытая парковка для автомобилей и велосипедов. Самое важное это то, что за все эти условия цена за общежитие не стала выше. Когда летом перед приемом сентября нам прислали фотографию, я знаю, мои родители были просто в шоке. То, что такие удобства и главное по минимальной стоимости. Во-первых, то, что просторность общежития, как бы очень просторное общежитие. Нахождение кухни, что очень удобно. Светлые тона очень. Все светло и так приятно находиться. Наличие балконов, что тоже немаловажно. Просто само общежитие действительно очень интересное. В будущем руководство общежития планирует благоустроить прилегающую территорию здания.